Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь учат в школе прекрасные учителя. Наверняка у каждого были любимые преподаватели и предметы, которые изучались с особым рвением. И в этом целиком и полностью была заслуга учителя. Особенно это важно для молодых преподавателей. А тех, кто справляется с этой задачей на ура, отмечают особым образом. В пятницу, 20 октября, на базе школы номер 39 прошло закрытие муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», а также награждение участников и победителей. Мы позавчера с Екатериной Алексеевной Филипповой, с народным учителем рассуждали, а где может состояться учитель, в какой сфере. И пришли к выводу в любой. Учитель может все, потому что он ответственный, умный, собранный. Дорогие ребята, вы, конечно, можете состояться в любой сфере, но как же хочется, чтобы вы остались в профессии. Победителем конкурса стала Шамонова Анастасия, учитель русского языка и литературы лицея номер 4. В ходе церемонии награждения также были вручены специальные призы от Рязанской городской думы, администрации города, Министерства образования и молодежной политики. Лауреатам и победителям вручены дипломы и денежные премии. Этот конкурс необыкновенный, конкурс 17-го года, потому что сейчас проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Сколько, я слежу внимательно и вижу, сколько талантливых молодых людей не только в нашей стране, но и во всем мире. За вами будущее. И конкурс «Педагогический дебют на Рязанской земле» это пусть маленькая частица, но она достаточно весомая. Весомая в нашем образовательном пространстве. Жюри отметила хорошую организацию конкурса, рост профессионализма педагогов, участвующих в нем, а также важность подобных мероприятий для развития системы образования в целом. У восьми педагогов есть шанс принять участие в региональном и всероссийском этапе конкурса, который пройдет в этом году, где они смогут достойно представить Рязань. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Город